и всем доброе утро завели никиту в садик сейчас ждем сюда идем посмотрим как елочку украшают процесс елочку украсили привезли судя по всему сцену будут сына собирать мы сейчас покорим и пойдем вот что рассказать настроение позитивное хорошие потом работать поедем это хорошо что еще я хочу а почитал я про то что я там совершил якобы буду зачитывать суде то что в принципе закон о сми 0 закона сми такого нету беларусь он не действует есть закон зато о свободе слова и средствах массовой информации пример своих видео на ю тубе вернее я имею право ругаться матом и так далее не вменяет мелкое хулиганство хулиганство изначально направлено на свободу пусть на свободу на защиту прав граждан каких-либо так как я не нарушил никого то есть никого не было в том месте она не общественная грубо говоря в тот момент являлась короче ладно это все сложно объяснить это все надо зачитывать суть в том что так как я никого не скорбил там получается что это не общественное место в то есть нету состава преступления преступление преступление административного нарушения много бреда нанес если так буду говорить суде мне точно впаяют 500 базовых потому буду просто зачитывать кто еще катюшка интересно поедет в поликлинику хотел ей позвонить но все-таки как-то я не знаю спит будет психовать съездил поликлинику может вечером лекарств бы ей каких привез все-таки иди на это дело не шутки чтобы не говорил но она мне дорогой человек вот в общем удачи мне всегда кстати по поводу кати я не знаю что там происходит честно не хочу вот тогда наверно я ездил там запарился увидел потому что это гигаты сказал правда вот интересно было услышать правду надо было тогда не говорит что я знаю с другой стороны может это для успокоения меня потому что все таки дорог что могу сказать по поводу кати если там на самом деле дружба я думаю после всего этого что мне катя на рассказывала там блин там и дружбы не может быть там только максимум что-то там что она пользуется может денег то что нету не знаю сказала бы мне прорвались как-то нашел бы этих денег тем более вот сегодня еду зарабатывать но это что хотел сказать по поводу если блин может катя и права может она правду рассказывает там про дружбу и так далее общение про то что не общаются друзья не более не знаю все это странно у катя тоже странный человек я сейчас уже заблудился даже не если это так то блин придется я не знаю как уже прощение просить я уже так буду получается закосячил хотя с другой стороны а как я могу подумать по-другому не знаю вот идем парке еще покурим по беседочке пойдем короче дело ночи были в суде только что погодка снежок не тепло на улице не снежок были в суде перенесли на пятницу рассмотрения потому что нашли свидетели и так далее и тому подобное я свою точку зрения высказал позиция суда не стоит и ясно ну в общем как то так сейчас будем звонить по работе придем там человеком надо это позвонил по поводу но не что-то он недоступен в подвалах батарейка села смотрим позвоним попозже подвергнуть туда домой пока что нужно в гробу туда с собой заодно как-то так город украшают новому году готовится сказка что-то вчера в картах вуна мне не везло значит что-то будет должно повезти в чем-то другом в принципе в последнее время что-то все так хорошо начало складываться что просто аж аж не знаю ну конечно хотелось бы лучше но лучше будет сейчас еще с работой все будет хорошо и вообще тогда я буду сам не счастливым человеком ну что могу сказать заехал за мной лично участковый составил на меня очередной протокол нравится человеку составлять протокол и просто на меня ни за что просто искать чем-то подвол там не по заявлению составлять конкретно в заявлении ничего такого не сказано в заявлении сплошная чушь что я там оклеветал что я еще что-то мои слова это мои слова я могу сейчас сказать например что тут асфальт зеленый и что это значит что я ввел всех в заблуждение напишите на меня дружно заявление о том что я вас ввожу в заблуждение о том что асфальт зеленый можете написать заявление о том что начал рассказывать про заявление и катя позвонила да напишите заявление что вот поликлиника красный там красного цвета я вам сказал то есть ввел заблуждение или там наклеветал или еще что-нибудь я считаю что я на своем канале могу говорить все что мне нравится и не обязательно всему верить это всего лишь мое мнение дальше я на своем канале могу употреблять любые слова смс любые слова которые мне нравятся могу послать всех могу сказать что люблю вас всех что хочу то и делаю это мой канал и если это кому то нравится то вы ну то этот кто то будет смотреть если вы смотрите меня значит вам это нравится значит вам это интересно если вам было бы не интересно я так считаю то вы бы не смотрели мои видео видео с моим участием ну логично если вам не понравится маты рука затекает то вы не будете смотреть мой канал свобода слова так сказать а если наша милиция занимается вместо того чтобы пресекать правонарушение вместо того чтобы смотреть где находятся дети это якобы обязанность не входит у нас оказывается смотреть в каком положении находятся дети кто их там бьет чужие люди или еще что-нибудь а сидит разглядывает с гражданином полято Дмитрием Геннадьевичем мои видео на ютубе и ищет где же я вдруг сказал и потом на это пишет протоколы короче протокол на меня составили потому что не смогли там что-то там ну по сути по факту правильно я ж могу говорить что хочу ну вот составили протокол что я матами ругаюсь на ютубе вот кажется у нас матом нельзя уже ругаться на ютубе вот видите научат меня культуре какая-то польза ж есть люди ж не зря зарплату получают люди будут учить меня культуре вместо того чтобы в принципе хотя бы опросить соседей не да бред ну ладно мне кажется уже пора начинать публиковать компрометирующие видео на Дмитрия Геннадьевича и на других лиц знакомых с ним эти компроматы есть просто я считаю что зачем зачем это мне лишняя тягомотина потом меня начнут тягать куда-нибудь там расскажи покажи не хочу и суды эти надоели и все это надоело что сказать ладно пропиаримся наверное за счет за счет этого суда значит мне аж интересно развитие моего канала у меня аудитория растет всем все нравится будет значит видео суда может первого может не первого в Бресте но по поводу матов на ютубе интересно как там судьи отнесутся прикольно в общем ребята я скажу что занимайтесь своими делами работайте ловите преступников милиции Дмитрий Геннадьевич работай там я не знаю что у тебя там канализацию свою устанавливай или что блин я буду там снимать видео на ютубе каждого свои дела я аж не лезу другие дела почему там Дмитрий Геннадьевич канализацию установил там не с правильным уклоном или там в трубу накакал там например вот вот и все вы лезете опять ветер что вы лезете что вы лезете у нас мало висел украсть 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 короче мы в поликлинике ждем ждем Данушку займем под зиму очередь к ней посмотрим что тут прикольная поликлиника больные идут привет не успели тебе туда а да держи спроси у папы почему у нас два флага папа папа почему у нас два флага а каких два синенькие все наверное нет бреста так есть один флаг беларуси а второй флаг бреста что ты молчишь загрузился нет пока Даша не видит попробуем применить шапку только Таня нашла шапку Таня шапиковой шапка Таня шапка 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 идет Никита сказал все сверху Таня идет твои шапки короче закрыт больничный сейчас в поликлинике где-то из разряда уволиться с работы надо у всех час без очередей короче надо выйти все кабинеты чтобы каждый поставил печати там заведующий зам заведующего там уборщица этот блин кладовщица короче и вся другая шушера вот это песец а еще что-то на улице какой-то ветер холодный поднялся не холодно я уже не знаю бля ой сейчас меня короче опять на меня новый протокол будет опять я сказал бля еще в поликлинике а еще и в поликлинике я говорил но только никому не говорите я не снял это попкорн а еще попкорн самое время ну зимой попкорна такую погодку херануть блин короче очень это холодно все происходит я не знаю какой-то а это жижи для электронки клей целый ларек и вообще лукашка подумал продается на остановке короче мы только что участвовали в гонках на маршрутке это как в этих звездных войнах гонки на маршрутках ну в гоблине которые короче ехали по каким-то корчам он вообще ехал не по дороге свернул в какие-то корчи проехал по каким-то корчам мы думали что он нас везет уже в лес вот а потом что-то на всех лежачих полицейских он специально разгонялся побыстрее вот а еще не очень хотел посаживать на остановке но Даша даже спасибо ему сказала за то что он довез все-таки нас куда-то живыми и невредимыми короче экстремальненько было о краны красиво светятся все что я могу показать достопримечательно о нифига себе Румановский в Бресте будет когда-нибудь этот магазин уже блин три года строят но теперь хотя бы известно что тут будет Рублевский раздевайся у нас у ребенка травма несовместимая с жизнью покажись покажи свой куртку повесить надо о лед целовал только что куртку повесь учимся на хоккеиста заранее сейчас пойдем ребенка спасать нет дафа я сам дафа я сам дафа ну не тут давай я тебя вытру и все чего ты боишься вдруг ты нос оторвешь я знаю как бы вытирать ну ты ж не видишь где а я бы тебе вытру и все дай другую я пойду с чеклу раз приходит сказка обнатое волшебство и будет елка елка и подарки и снизинки за окном молодец 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 все на улице очень скользко и сейчас ходить с фонариком вот так вот когда ничего не видишь очень невозможно еще и закрывается магазин и я сейчас останусь без сигарет если я не успею вот но хочется очень многое рассказать в принципе что рассказывать сейчас мне так прикалывает уже Катя на двуличье ладно хватит нам Кати она сама делает то о чем она когда-то говорила что ей это за это очень больно мне очень больно сейчас что дети подрастут и будут это понимать и то же самое говорить ладно про Катю хватит мне другое жалко мне жалко детей Никита да он тянется к маме но он про нее вспоминает только когда он ее видит она про него вообще не вспоминает вернее тоже вспоминает только когда видит да больше всего ладно с Никитой все хорошо у него все замечательно он становится умницей учится хорошо уже вот Данечку жалко вот сейчас сидел мне что-то так запарило так это все сильно сильно в душу влилось сейчас я зайду за сигаретами в магазин пока он не закрылся и расскажу так вот на самом деле очень обидно за Данечку очень обидно за Данечку раньше у него мама для него было божество спорит на маму сейчас как видите будет все время сейчас мама все равно на него он уже чужим людям настолько привык что он готов он остается со всеми раньше была целая проблема его с кем-то оставить а сейчас он без плача остается со всеми и это не потому что там ну повзрослел или еще что-то нет ему очень не хватает тепла это видно он на ручке идет прижимается к груди вот мне мама моя рассказывала это сейчас мне так больно ребенку не хватает материнского тепла ему не хватает мамы Никите тоже не хватает мамы да да Никита растет мужиком конечно это хорошо он становится мужиком у него мужские поступки начинают проявляться меня это радует но в ребенке должна нежность для этого и существует ума он что может дать мамы это что может дать мамы занимается только построением личной жизни которая говорит по словам одну делать другие вот не знаю честно не хочется просто наговаривать того чего не знаю надоело говорить какие-то свои ощущения единственное что знаю что катя гриви все равно вот она мне говорит что ей плохо и тут же другим говорит что и хорошо но мне говорит одно она мне говорит что я не знаю короче не знаю завтра будет серьезный разговор с ней по этому поводу я не могу чтобы мой ребенок так так жил если маме он не нужно зачем неужели это ради денег не хочу в это верить что люди такие бывают не хочу в это верить хочется верить в хорошее лучше доброе грустно заканчиваю свой влог много чего хотел сказать но что-то мне не знаю мысли в голове путаются по поводу всего я просто несут понимаю слышу несут пургу так вот она сама не понимает чего она хочет чё и надо в жизни мне каждый день новое то что она хочет дать детям например честно вот я не знаю может кто-то не понимает чего я хочу в жизни я честно признаюсь сейчас на камеру честно я хочу просто счастливую семью хорошую где я буду работать где я буду приходить домой меня будут ждать где будут мои дети оба которых я буду каждый день видеть где выходные я буду проводить семьей вот где буду любим желанный так далее вот чего хочу катя же по ней видно она не знает чего она хочет она живет данным моментом данным моментом в плане всего ей хорошо там где сейчас хорошо и все нужен сегодня ребенок будет сегодня ребенок не нужен сегодня ребенок не ну не ну на его оставит отца для детей у нее якобы нету для нее есть ну я не знаю я не знаю как это описать на видео короче это вред в общем ладно не буду затягивать это видео и так оно длинное на самом деле все печально подписывайтесь ставьте лайки не забывайте не забывайте подписываться всем пока на сегодня хватит до завтра